Хорошо, друзья мои, спасибо тем, кто пришел. Вчера с вами мы говорили, начали говорить на такую очень важную тему, как апологетика. Я напомню буквально двум словам, может быть, тем, кто не был, или тем, кто был, просто чтобы освежить памяти, что апологетика — это одна из самых важных христианских наук, разделов христианского богословия, которая говорит о защите христианства от тех обвинений, критических разных, которые в адрес христианства звучат. И в нашем мире сегодняшнем, в мире, в котором мы живем, особенно это относится к западному миру, что в одной и той же стране, в одном и том же городе живут очень часто люди разных религий, разных национальностей. И вы даже, наверное, больше, чем люди в Восточной Европе, регулярно соприкасаетесь с этими людьми. Микола працевал в госпитале, да, Микола? С тобой разные люди работали в госпитале, правда? И разных национальностей, и разных религий, и разных взглядов. Я думаю, каждый из тех, кто здесь есть, мог бы рассказать о таком опыте тоже. Поэтому у каждого из христиан есть эта задача, как мы вчера с вами рассматривали этот текст, из первого послания апостола Петра, из третьей главы, давать отчет о нашем уповании. То есть даже если мы не занимаемся научной работой или проповедью такой целенаправленной, мы, соприкасаясь с людьми других религиозных взглядов, или вообще неверующими людьми, которых тоже очень много, мы каждый раз имеем возможность рассказать о том, почему мы так относимся к жизни, как мы относимся к жизни. Почему мы продерживаемся таких ценностей, которых мы придерживаемся. Почему в каких-то трудных условиях, да, как периодные катастрофы, как болезнь, например, или потери кого-то близкого, мы не отчаиваемся, мы не теряем свое упование на Бога, но остаемся людьми веры и стойко проходим разные сложные жизненные ситуации. Поэтому очень важно, чтобы мы, как христиане, были к этому способны. И я еще раз обращаю внимание, что в большинстве случаев вот эта задача защиты христианства, она имеет не столько интеллектуальную сферу, да, сколько сферу личной жизни. И апостол Петр очень четко об этом говорит. «Светите Господа в ваших сердцах, живите так, чтобы те люди, которые вас обвиняют, укоряют, не имели повода укорять вас за вашу хорошую жизнь во Христе». Но тем не менее, все-таки апологетика – это не только сфера жизни, это также и сфера теологии, сфера взглядов. И вот вчера мы с вами уже несколько таких проблем коснулись, а сегодня, если нам позволит время, и вы не разбежитесь, мы попытаемся на две из них ответить чуть более подробно. Первая проблема, такая очень важная, наверное, самая сложная проблема апологетики – это проблема наличия зла и страданий в нашем мире. Для многих людей эта проблема кажется неразрешимой и несовместимой с верой в личного благого Творца. Особенно, когда происходят такие страшные события, как там Новый Орлеан, который был затоплен, как цунами в Юго-Восточной Азии ужасная, которая забрала жизнь около двухсот тысяч людей, или страшные землетрясения, которые забирают жизни миллионов людей, которые стирают с лица земли целые города, ну, как тот же Анкарич много лет назад пострадал, там Сан-Франциско, которое было, по сути, уничтожено землетрясением. И похожих трагических событий в мире очень много. Когда мы слышим, например, о убийствах детей в школе, когда мы встречаем такое неоправданное, жестокое зло, насилие, истязание людей, все это как бы нас подталкивает к тому, что мы задаем вопрос о том, как Бог может все это допускать. И вот как бы таким прологом к нашим размышлениям я хотел бы взять слова из книги Иова. Если у вас есть Библия, можете открыть. Иова, 9 глава, 22-24 стихи. Иова, 9 глава, 22-24 стихи. Очень интересный текст. И вот там стоит вопрос, который мы можем назвать главным вопросом в наших размышлениях о проблеме зла и страдания. Там Иова ведет свою дискуссию с друзьями, и он говорит следующее. Все одно, то есть как бы нет никакой разницы для праведника и беззаконника. Поэтому я сказал, что он, кто он? Бог губит и непорочного, и виновного. То есть Иова говорит, какая разница, быть непорочным или быть виновным. Бог погубит и одного, и другого. Дальше он говорит. «Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки на невинных посмеиваются». Бог смеется со страдания невинных людей. «Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает». И дальше Иова ставит вопрос. «Если не он, то кто же?» 9 глава, 24 стих. Самый сложный вопрос, который ставит Иова. «А если не он, то кто же?» «Нет другого Бога». Христианство, иудаизм – это религии, которые исповедуют веру в единого Бога. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш один есть». Шема – молитва, которую каждый еврей верующий повторяет три раза в день как минимум. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». Един Бог, нет другого Бога. Если мы говорим, например, о языческих религиях, там все намного проще. Всегда можно найти какое-то коварное злое божество и списать все неурядицы мира на это божество. Вот он виноват во всем зле, которое происходит. Если мы говорим, например, о так называемых дуалистических религиях, которые верят, что есть доброе и злое начало, которые между собой в конфликте, и не могут победить ни одной из них, то это злое начало отвечает за зло в мире. Но в библейском учении мы понимаем, что суверенным владыкой мира является Бог. Он царствует на небе и на земле. Также он царствует. И мы должны здесь одну очень важную мысль понимать, друзья мои. Мы не должны рассматривать дьявола, сатану, Люцифера, как равноправного противника Богу. Это не христианское, не библейское учение. Когда мы думаем, что вот они сражаются, и Бог не в силах его победить. Вы никогда не допускали таких мыслей? Ну, слава Богу. Не допускаете дальше. Потому что это не библейское учение. Сатана, дьявол, это падший ангел. Это творение Божие. Он не равня Богу. Бог с ним не состязается. Бог позволяет ему совершать то зло, которое он совершает до определенного времени и в определенных, отведенных ему Богом границах. И вот история Иова, она показывает, что Бог может поставить границу, до которой дьявол может прикоснуться к человеку, к обществу, к миру. Не больше. Не больше. Или, как иногда сравнивают, что дьявол — это как собака на привязи. Вот есть длина поводка, который ему отведен, и не дальше длины этого поводка он может что-то совершать в мире. Да, он творит очень много зла, он искушает людей на зло, много людей добровольно попадают под его контроль и совершают ужасные злые вещи, насилие, ну и многое другое. Но в целом, если смотреть в таком глобальном измерении, безусловно, что ни сатана, да, дьявол, ни падшие ангелы, они не являются силой, которая реально способна противостоять Богу. Именно поэтому Ио это хорошо осознает. Да, он не знает об этой беседе, он не знает о этом споре, который прошел у сатаны с Богом, но он все же знает, что суверенным владыкой мира, единственным творцом вселенной является Бог. Поэтому он не адресует свои жалобы к кому-то другому, правда? Он обращается к Богу, потому что понимает, что нет никого другого, кто имеет такую полноту власти над этим миром, как имеет Бог. Вот для нас это тоже важно понимать, вот этот вопрос. И Ио спрашивает, кто же тогда виноват во всем этом мировом зле? И я вчера говорил, еще раз сегодня напомню, что Ио задумался над этими вопросами, когда? Когда он сам пострадал. Это для него личный вопрос. Это не просто богословская проблема. Как мы иногда сидим, какое-то место интересное в Писании нашли. Вау, как это разгадать? Что же с этим делать? А ну, посмотрю одну книгу, вторую. Нет, это личный вопрос, личная беда. Он сам в страшной трагедии. И поэтому все богословы, когда рассуждают на эту тему, они всегда говорят, есть уровень интеллектуальный, а есть уровень эмоциональный, личных страданий человека. И тогда эти вопросы очень остро стоят. Я недавно, когда готовился даже к этой лекции, вышел на YouTube и, думаю, поищу какую-то хорошую лекцию, потому что эту проблему еще называют Теодицея, оправдание Бога, Теодицея. И вдруг выскочил курс лекций, очень интересный. Есть в России такая курска видеосеминария. То есть вся учеба идет через онлайн. И я знал декана этой семинарии. Мне понравился этот курс лекций. Я ему написал, говорю, «Саша, может быть, у тебя есть какой-то конспект интересный или книги, чтобы почитать?» Мне очень понравился преподаватель, американец Джон Файнберг, еврей. Очень глубоко исследует эту тему. И мне это заинтересовало. Думаю, может быть, есть какие-то его книги. И Саша мне прислал книгу этого преподавателя-пастыря. И тогда я понял, почему он так занимается. Я сейчас расскажу вам о этой ситуации. Это Джон Файнберг. Он еврейского происхождения, но его отец уже был христианином, был богословом, был преподавателем семинарии, доктором богословия. Ну и сын пошел его отцами. Его с топами тоже готовился к служению. Закончил семинарию. Докторскую степень получил. Уже встретил девушку. Тоже христианку. Она магистр богословия. Такая вот интеллектуальная семья, которая любит богословие. Они поженились, прожили чуть больше 10 лет. Около 15 лет. И вдруг он заметил, что у его жены очень дергается плечо. Сильно дергается плечо. Он решил, что у них трое детей, что она очень устала. Но тем не менее, они пошли в больницу. И врач буквально там 10-15 минут сказал, что у нее страшная болезнь. Она называется хорея Геттингтона. Или Геттингтона. Это генетическое заболевание, которое ведет к постепенному отмиранию мозга. И человек теряет физические свойства, все способности. Умственные способности теряет. И само заболевание сопровождается тяжелыми психическими расстройствами. Ужасная ситуация. Неизлечима. До сегодня это произошло еще в конце 80-х годов. До сегодня я смотрел в интернете эта болезнь неизлечима. То есть наука не может ее излечить. Она как-то может снять какие-то самые тяжелые симптомы, но излечить не может медицина. И он начал разбираться в этой ситуации. Газал, что ее мать тоже уже была к этому времени в психбольнице. Но когда они женились, как бы все сказали им, что там ничего страшного нет. И те, кто знал правду, не рассказали им о реальной ситуации. И вот он в ужасе, полгода в таком конфликте с Богом. Боже, почему ты это допустил? Мы молились, мы просили у тебя совета жениться нам или не жениться. Если бы мы знали, мы бы не женились. Если бы женились, не заводили бы детей. Потому что теперь трое сыновей, и у каждого из них 50-50. Чьи гены победят? Его или ее? И что будет с этими детьми? Их тоже ждет такая ужасная болезнь, страшная смерть, или они будут живыми? Он в ужасе просто, в обиде, в таких терзаниях страшных пытается найти для себя ответ. Есть его книга, я могу там поделиться, если вам интересно. Она называется «Проблема страдания. Нет простых ответов». «Нет простых решений» так называется. И он прошел этот сложный путь. Он говорит в этой книге, чего не нужно делать с такими людьми, каких советов им не нужно давать, а что действительно нужно делать вот с такими людьми? И он, в принципе, нашел для себя ответы, которые позволили ему прожить с этой женой своей еще больше, около 30 лет. Хотя постепенно ее функции физические очень сильно страдали, она потом не могла уже ходить, потом уже инвалидная коляска, потом она уже не могла последние 10 лет проглатывать пищу, и сделали там искусственный пищевод, потому что уже не работали функции, и все другое, что вы можете сами домыслить, все функции другие организма. И интеллектуально тоже отмирала, и последние 5 лет, когда они прожили еще вместе, он за ней ухаживал, она уже не говорила ни одного слова, ну и просто как вот в таком состоянии было очень тяжелым. И он 29 лет, 29 лет, пастырь, проповедник, богослов, учитель отдал своей жизни для того, чтобы ухаживать за этой женой. Я когда читал книгу, до половины дочитал дома, потом говорят, «Дальше я не могу дочитать сегодня, на один вечер это слишком много для меня». Положил, отошел немножко, на второй день опять вернулся к этой книге, потому что реально читать это сложно. Но тем не менее он говорит, что он понял, что это был Божий план для его жизни, что это нужно было пройти, вот такой путь ему, чтобы понять много вещей, и он благодарен ей, что Богу, что он дал ему именно такую жену, говорит, что это самая лучшая жена, которая могла бы быть для меня. Это так непросто, читать, конечно, все эти вещи. Но о чем он говорит, что самое для меня главное? Он говорит, что для таких людей, в таких ситуациях, им не нужны абстрактные ответы. Можно бросить в них местом из Библии, извините за грубость такую, можно дать им такую стандартную, шаблонную формулу ответа. Но вот я процитирую, как он говорит, «Меня же волновало совсем другое. Как обрести утешение посреди невзгод? Как найти в себе силы жить с Богом, который не желает положить конец моим страданиям?» Вот эта проблема приобрела у него личное измерение. И он нашел для себя ответы. Мы потом немножко об этом еще поговорим. И вот когда я готовился тоже к этой лекции, я прочитал еще одну книгу интересную, которая показывает уже не с христианской, а с еврейской точки зрения, вот именно эту сферу личных страданий. Есть такой американский раввин Харольд Кушнер, который написал книгу, она переведена на русский язык, очень известная книга, «Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи». Так книга называется. «Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи». И опять же, я веду к тому же, о чем я начал говорить. Личный фактор. Харольд Кушнер – молодой раввин с восточного побережья Америки, успешный раввин, хорошая большая синагога, больше двух с половиной тысяч людей посещают ее, там 600 семейств еврейских. Он успешный молодой человек. Кажется, вся жизнь очень перспективно складывается. И когда рождается его сын, то врачи очень быстро дают ему диагноз. Я не помню, как на медицинском уровне, вот у вас есть ли здесь медики, они, может быть, подскажут, эта болезнь называется, «Когда ребенок преждевременно стареет». То есть есть название какой-то этой болезни, что он доживает до 14 лет максимум, никогда не вырастает большим, и к 14 годам уже весь ресурс организма исчерпывается, и ребенок умирает. И вот у его сына диагностировали такую болезнь, и он как бы тоже обижается на Бога, говорит, почему, за что, почему я должен смотреть на этого ребенка, которому осталось там жить 10 лет, и я знаю, что он точно умрет, что ничего ему не поможет, и что он не станет никогда взрослым, у него не будет семьи, он не получит образование, он не женится, все это для него абсолютно невозможно. И вот он тоже ставит этот вопрос, я вот процитирую, он говорит так, «Есть только один вопрос, который действительно имеет важное значение. Почему все-таки с хорошими людьми случаются плохие вещи? Все прочие теологические дискуссии представляют собой не более, чем интеллектуальные развлечения». Вот действительно, да, когда человек встретился с такими ситуациями, уже прочие богословские дискуссии, это для него просто как шутки, а вот как здесь быть, это совсем другая ситуация, на которую очень непросто ответить. Как в истории христианства, как церковь осмысливала эту проблему, и как она на нее попыталась отвечать? Давайте сначала мы обратимся к вам к самой известной библейской истории, а потом попытаемся сделать такие обобщенные богословские выводы. Хорошо? И, конечно, для нас всех это известно, что самая яркая история в Писании, которая говорит о проблеме зла, это история Иова. История Иова. Мы видим здесь просто на таком прекрасном уровне изложенную ситуацию страданий и несправедливых страданий. И многие ученые, некоторые современные, они говорят, что эта история настолько хорошо написана, как срежиссирована, что, может быть, она вообще в реальности не происходила, чтобы так красиво все было описано. Но, конечно, мы верим, что это произошло в реальности, но тот автор, который зафиксировал всю эту ситуацию, он действительно имел и вдохновение от Бога, и прекрасный литературный талант. Потому что там книга написана на очень высоком литературном уровне. Вот ее замысел творческий очень прекрасно воплощен. Итак, мы уже с вами говорили, что Иова ставит вопрос, если не Бог, то кто стоит за моими страданиями? Он не знает о разговоре сатаны с Богом. Он знает только одно, что он старался служить Богу настолько, насколько это было возможно. И вдруг, в течение очень короткого периода времени, все в его жизни переворачивается вверх ногами. Он теряет имущество, он теряет сыновей, дочерей, он теряет здоровье. Жена не понимает его состояние. Друзья, которые пришли, тоже не осознают того, что в нем внутри происходит. Но самое страшное, самое страшное, что переживает Иов, это то, что Бог не отвечает на его вопросы. Бог не дает ему объяснения, что же происходит. И Иов спорит с друзьями, спорит с Богом и пытается найти ответ, почему ему, человеку, который искренне старался быть преданным Богу, приходится переходить через такие просто жесточайшие страдания в своей жизни. И когда мы читаем, даже недавно один из студентов, он обратил внимание, я, в принципе, как бы и сам это видел, что Иов не просто с таким почтением обращается к Богу, в нем уже чувствуется такая горечь, обида. Он очень так ярко выражает Богу свое негодование, той ситуации, которая с ним произошла. И смотрите, что происходит в болезни Иова. Это тоже один из таких моментов важных, почему Бог допускает страдания к нашей жизни. Потому что мы тогда начинаем видеть страдания других. Бог допускает страдания в нашей жизни, чтобы мы научились видеть страдания других. Чтобы мы увидели, насколько несправедливо вообще устроен этот мир, который отвергает Бога. когда нам все хорошо, когда у нас все хорошо, у нас иногда такое чувство складывается, что, в принципе, и все вокруг нас живут неплохо. Когда мы защищены, когда мы здоровы, когда у нас все с финансами хорошо, нам кажется, что и другим людям, наверное, тоже не очень сильно хуже, чем нам. Когда это все в нашу жизнь приходит, мы тогда открываем свои глаза и видим, вау, это же не только мне одному плохо, и другим оказывается плохо. И вот Ио, я процитирую несколько мест, он вдруг осознает, сколько зла вокруг. 21 глава, 7, 9 и 14, 15 стихи. 21 глава, 7, 9 и 14, 15 стихи. Он говорит, почему беззаконные живут, достигают старости и силами крепки. Дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами их, да мы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. И далее он говорит, что они утверждают, что вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему. То есть это те же размышления, которые были еще у кого? У Асафа, помните? В Псалме Асафа. Асаф говорил тоже, эти люди такие беззаконные, у которых все в жизни хорошо, они говорят, зачем нам Бог? Нам и так неплохо в жизни. И он говорит, Господи, разве это справедливо, Ио? Что эти беззаконники вообще тобой пренебрегают, и у них все хорошо в жизни. И они говорят, что ты им вообще не нужен. Дальше. Ио очень страдает от того, это тоже 21 глава говорит, что всех людей ждет смерть, и грешники, и праведники умрут, и ему кажется, что никто не получит должного воздаяния за свое зло. Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, внутренности его полны жира, а кости его напоены мозгом. Тогда формула успешного человека чуть отличалась от современной формулы успешного человека. Вот эти слова, внутренности его полны жиром. В нашем контексте воспринималось бы скорее как указание на низкий социальный статус. Но в то время, как сегодня в современном Китае, это считается как бы таким признаком благополучия. Вот в Китае очень модно, чтобы мужчины носили футболку чуть выше, извините, пуза, чтобы видно было, что у них там есть запас неплохой, и они могут прокормить себя и еще даже свою жену. Это серьезно, это я серьезно говорю, это футболки, поэтому носят вот очень так, как бы задрав их кверху, что я, в принципе, и себя могу прокормить, и жену могу прокормить. Что-то похожее, что было в библейские времена. Далее, Ев говорит, что вокруг одно зло. Вот посмотрите, 24 глава, 24 глава 2-й, 10-й стихи. Что открылось перед его глазами? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться, вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают винограду нечистивца. Ноги ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале, отторгают от сосов сироту и с нищего берут залог, заставляют ходить ногими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. То есть, Ио видит вот эту бездну, страданий вокруг, не только в своей личной жизни, но и в жизни других людей, которые рядом с ним. И в то же самое время он не отказывается от своей веры в Бога. Он понимает, что больше никому, кроме как к этому Богу, ему обращаться нет. Есть только один Бог, и он может только к Богу обратиться и только у него получить ответы на свои вопросы. И вот тут приходят друзья Иова и начинают рассуждать. И причем, заметьте, они рассуждают как бы правильно, но не знают всей ситуации. О чем говорят друзья Иова? Они говорят, что есть всемогущий Бог, который управляет миром, он справедлив, он воздает человеку по его делам, и даже если беззаконники не наказаны сейчас, то они все равно в будущем будут наказаны Богом. Если не они, то их дети, как там говорит один из друзей Иова, будут заискивать у нищих. То есть, их ждет страшная участь и тяжелое наказание. И поэтому они говорят Иову, что он не должен считать себя невинным перед Богом. Иов постоянно говорит, нет, я не виноват, я праведник, я заботился о вдове, о сироте, я каждый раз помогал любому нищему человеку. А друзья Иова говорят, ведь даже луна и та не светла, и звезды нечисты в его глазах. То есть, Бог видит лучше тебя, чем ты сам себя видишь. И 4 глава 18 стих, там они говорят, что он и слугам своим не доверяет Бог. И там далее такая интересная фраза есть, и в ангелах усматривает недостатки. 4 глава 18 стих. То есть, Иов, ну ты же не лучше, чем ангелы, поэтому успокойся, смирись, ты получаешь то, за что, на что заслужил. Но Иов убежден в своей невиновности. И он разбивает всю аргументацию друзей и говорит им, что Бог не имеет права наказывать человека за злые поступки, потому что Бог его создал таким. Вот 10 глава, 3-9 стихи, он говорит Богу, хорошо ли для тебя, что ты притесняешь, что презираешь творение рук твоих. То есть, он как бы говорит Богу, ну даже если я что-то не так поступил, даже если я несовершенен, ну это же ты меня таким создал. За что ты меня наказываешь, если это ты меня таким создал? Я же не сам таким стал. Я творение рук твоих, даже если я творю зло, это же ты меня таким создал. «Руки твои образовали меня и сотворили меня». И на этом уже как бы дискуссия между друзьями заканчивается. Ио ставит такую точку, и они умолкают. И тут появляется еще один персонаж, Элиу, который пытается посмотреть на ситуацию с другой стороны. Элиу говорит, ну, постойте, друзья, не обязательно Бог карает Иова за прошлые прогрешения. Иногда Бог допускает страдания в жизнь человека, чтобы предотвратить его от еще большего зла. Это, кстати, очень интересная мысль, почему Бог допускает зло. Чтобы предотвратить, предохранить человека от сотворения еще большего зла. То есть Бог как бы отводит человека от еще большего зла, не дает ему совершить еще большее зло. Знаете, я читал когда-то историю художники одном, который рисовал в церкви, ну, церкви разрисовывал. Американские церкви не разрисовывают, а православные церкви, католические, особенно православные, разрисовывают. Есть специальные школы художника, которые рисуют. И вот однажды один художник, он рисовал эту картину на лесах, да, по-русски. Леса будут очень высоко. Рештувание по-украински. Скафолс, да. И нарисовал, и знаете, как художник. Художник для того, чтобы посмотреть на картину, должен отойти. И он так проникся тем рисунком, который нарисовал, что стал отходить и уже дошел до самого края скафолс. И его друг, который увидел это рядом, он подумал, что делать? Если я крикну, он упадет. Если я схвачу его, он дернется и упадет. Он взял кисточку, макнул в краску и стал марать тот рисунок, который тот нарисовал. Ну и, конечно, он как художник бросился защищать свое творение, и таким образом его жизнь была спасена. То есть, что часто делает Бог в нашей жизни? Он берет кисточку, и когда мы уже подошли к какой-то опасной грани, может быть, сами того не замечая, это важный момент, художник этого не замечал, сами того не замечая, мы подходим к опасной грани, Бог кисточкой пару раз проходится по нашему шедевру, и мы бросаемся вперед, и таким образом наша жизнь спасается. Вот это Бог очень часто в нашей жизни делает. Поэтому Илью говорит, что Бог может вразумлять человека страданием на ложе его. Заболели куда-то, не полетели куда-то, а там что-то плохое могло произойти. И там далее Илью говорит, и непрестанной болью в костях его. У вас боль в костях бывает? Может быть, Бог от чего-то предостерегает вас. Но вывод, который в целом делает Илью, он похож на вывод друзей, что человек не может судить о божественном правосудии. Он может лишь раскаиваться и говорить Богу. Я цитирую 34 глава. «Я заблуждался, больше не буду делать зло, чего я не вижу, ты научи меня, и если я сделал беззаконие, больше не буду». И вот, когда все уже высказались, друзья Илью, Илью, на арену выходит Бог. И вот подумайте теперь внимательно, дома почитайте этот ответ Бога. Что говорит Бог Иову? Бог дан ответ хотя бы на один вопрос Иова. Ни одного ответа. Да, Бог ничего ему не сказал, почему страдают праведники, почему хорошо безбожникам, почему все это происходит. Бог ничего ему не сказал. Бог ему сказал следующее. Иов, пока ты не научишься поднимать солнце каждый день и садить его вечером, пока ты не научишься из первозданного хаоса создавать красоту Вселенной, пока ты не научишься и не получишь власть над гиппопотамами, крокодилами и другими зверями, все, что тебе остается, это смиренно смотреть на то, что я творю, не задавать лишних вопросов. Вот в чем, в принципе, состоит ответ Бога. Ты не можешь понять всего, что я творю. Ты не можешь пытаться своими человеческими мерками подходить ко мне и измерять мои решения своим ограниченным человеческим умом. Что ты можешь делать? Ты можешь довериться мне. Ты можешь довериться мне. И смотрите, здесь самое важное, что происходит во всей этой истории. В чем состоит ответ Бога? В том, что Бог сам приходит навстречу к Иову. Вот в чем ответ Бога. Бог не оставил Иова наедине с его страданиями. Вот эта встреча, что Бог, этот суверенный владыка мира, Господь Вселенной, Царь неба и земли, который создал этот громаднейший мир, к этому ничтожному человеку, больному, покрытому этими язвами, умирающему, по сути, является и показывает ему свою славу. Вот это ответ Бога. И если мы мыслим чуть-чуть дальше, мыслим уже в нашем христианском понимании этого слова, то высочайшим ответом Бога на проблему страданий человека, безусловно, является Христос, который воплощается в нашу человеческую жизнь и проходит ее, так же, как и мы, кроме зла и греха, и испытывает всю чашу, всю глубину страданий человека. Есть такой известный апологет, я думаю, вы слышали о нем или читали его книги, Питер Крифт. Питер Крифт. Если нет, я очень рекомендую вам его книги. Он очень глубоко касается этих вопросов. И есть в одной из книг, у него такая глава о смысле страдания, в которой он опять же говорит, что Христос – это ответ Бога на проблему зла. Почему? Потому что, во-первых, Христос показывает нам, что Богу небезразличны наши страдания. Он приходит в этот мир, чтобы их решить, чтобы избавить человека от самого страшного зла, от зла его греховности. Во-вторых, Христос проживает человеческую жизнь. Он проходит через детство, через отвержение. И сегодня человек, который сомневается в отношении Бога к страданиям, он может посмотреть на жизнь Христа, и найти ответ. Богу небезразличны страдания человека. Бог сострадает человеку и страдает вместе с ним в его страданиях. Когда мы чувствуем себя там преданными, отверженными друзьями, Иисус может сказать, «Я тоже был предан, и мои друзья меня оставили». Когда мы переживаем болезнь, тяжелую болезнь, даже то, что Писание называет «болезнь к смерти», он прошел через муки и страдания, боли, которые привели его к смерти. Когда мы переживаем сегодня одиночество, мы чувствуем себя покинутыми людьми, он был оставлен друзьями на кресте, не только друзьями. Мы тоже иногда проходим этот период, когда нам кажется, что сам Бог нас оставил, когда какая-то безвыходная ситуация, когда мы не слышим ответа на молитвы. Христос, который молится и говорит к Богу, «Отче мой, почему ты меня оставил», хорошо понимает наш жизненный путь и наше страдание. Но это не конец истории. Ответ Бога на наше страдание не только смерть Христа, но и воскресение Христа. То есть мы верим в окончательную победу Бога над всем злом и страданием в этом мире. И мы видим обетование, которое дает нам Писание. В чем это обетование состоит? В том, что придет время, когда все зло в этом мире будет уничтожено, а мы вместе со Христом будем на новой земле, на которой царит правда. Вот это окончательный ответ Бога на проблему страданий человека. То есть если говорить так в библейском измерении, то ответ Бога на страдания человека это книга Откровения. Книга Откровения, которая показывает окончательный итог «Бог всей истории мира». Хорошо. Теперь, когда мы размышляем о этих разных историях и ситуациях, в которых находятся люди, я хотел бы показать вам несколько направлений, как мы можем отвечать другим людям, почему все-таки Бог допускает зло и страдания в нашем мире. Первый ответ, который мы можем дать и который очень часто дают, его первым сформулировал такой известный раннехристианский богослов, писатель, учитель, как Ириней, или еще его полное название, Ириней Леонский, из города Леон. Он говорит о том, и эта мысль имеет свое подтверждение, что Бог создал человека в несовершенном мире. И человек способен к добру, но он также способен и к злу. И Адам, и Ева смогли ослушаться Бога. Почему Бог помещает человека в несовершенный мир? Ириней говорит так, для того, чтобы человек получил возможность усовершенствоваться в нравственном смысле. То есть, когда Бог сделал бы человека автоматически милосердным, добрым, любящим, сочувствующим, это одно. А когда человек научается этого, проходя через тяжелый личный опыт, это совсем другое. И сам Христос, да, Писание говорит нам, что Он усовершенствовался, да, как евреям написано. Что это значит? Что Он не был совершенным? Он был совершенным. А в какой сфере Он усовершенствовался? В понимании человека. В понимании человека. То есть, одно дело знать человека, как Творец из небес, а другое дело пройти жизнь человека, быть человеком, стать человеком, знать все то, что переживает и чувствует человек. Я думаю, что мы с вами в какой-то мере согласимся с этим. Лично я думаю, что я соглашусь, потому что я знаю, как я относился к болезням других людей, когда у меня не было проблем со здоровьем. И я знаю, как я начал относиться к болезням других людей, когда у меня появились проблемы со здоровьем. По-другому. Мне стало гораздо проще идти в больницу, проведывать кого-то больного. Раньше я не сильно любил это. Ну, когда нужно было, шел, потому что как бы обязан, как служитель. Но это одно дело, когда ты идешь как служитель. Другое дело, когда ты идешь как соратник боевой, как тот, кто тоже, если это диабет или проблемы с печенью, мы уже можем разговаривать как два старых боевых товарища, два ветерана после войны где-то в больнице встретились и о своих боевых ранах разговаривают. Где-то на таком уровне я уже могу с некоторыми людьми говорить, потому что я понимаю, через что они проходят. Например, у меня есть друг, у которого во время учебы в Бельгии произошел какой-то случай, я не помню, с чем это было связано, у него появился, обнаружили гепатит С, самая тяжелая форма гепатита, которая очень тяжело излечивается и до конца, в принципе, никогда не излечивается. И он разобрался с этим вопросом очень серьезно, и оказалось, он читал много научных книг, он сам доктор богословий, очень такой ученый, разумный человек, и он понял, что оказывается, когда у человека тяжелые проблемы с печенью, у него появляются приступы паники, страха. Это чисто на химическом уровне, на биохимическом уровне. Это не связано с духовностью человека, с другими вещами, но ты уже тогда понимаешь, когда ты сам это прошел. Почему человек, когда в таком состоянии, он не способен иногда вот так прорваться в молитве, разрушать твердыни, отвергать сомнения. Чисто на физическом, химическом уровне ему это трудно дается. То есть, когда человек проходит через вот такие ситуации, говорит нам Ириней, он начинает понимать других людей. Да, мы никогда не научимся до конца, что такое гостеприимство, пока сами не окажемся в гостях у кого-то дома. Вы поняли мою мысль? Да, пока мы не примем кого-то, это одно, пока мы сами не побудем у кого-то в гостях дома. И потом уже мы будем гораздо более гостеприимны. Опять же, как человек, который пользовался гостеприимством очень многих людей, до сих пор пользуется сейчас вот Сергея с Аллой. Я знаю, что это точно так, потому что потом, когда ты сам поживешь у разных людей, в разных условиях, с разным отношением, и тебе приходится кого-то принимать дома, ты уже, по крайней мере, знаешь, как не нужно делать. Чего не нужно делать? Почему? Потому что ты уже прошел этот процесс совершенствования, ты уже жил в каких-то таких условиях трудных, не очень приятных иногда бывают ситуации. И ты понимаешь, как нужно делать другим людям. То есть об этом говорит Иринея. Бог позволяет нам переживать страдания. Я говорю о разном, о здоровье, о неприятностях. И мы через это научаемся понимать других людей и лучше им служить. Это важная мысль. О ней говорил такой был известный богослов в 20 веке Джон Хик. Он написал книгу «Evil and the God of Love», так она и называется. «Evil and the God of Love». И он говорит, что Бог позволяет страданиям существовать в нашей жизни для того, чтобы мы совершенствовали свою духовность и свою нравственность, свой характер. Я понимаю, что это печально. Но посмотрите, все мы слышали с вами о такой действительно святой женщине, как Тереза Калькутская. Мать Терезы еще называют ее. Слышали все, правда? Это женщина великая, действительно, которая уехала в Индию работать учительницей, но постепенно увидела, что в Индии есть более страшные проблемы, чем неграмотность. Это ужасная бедность. Это то, что очень много больных людей, особенно старых людей, обречены умирать буквально на обочинах дорог и канав. Потому что, согласно индийской религии, есть такое понятие, как карма. Если человек делал зло раньше, он теперь это зло пожинает. Поэтому какой смысл помогать этим несчастным? Они заслужили эту судьбу, пусть умирают в страшных болезнях, в язвах, проказах и во всем другом. И она возмутилась этим. Она основала множество этих приютов для смертельно больных людей и оказывала им всевозможную физическую и духовную помощь. Она занималась спасением детей, потому что в разных индусских храмах детей использовали с целью насилия. И она выкупляла, спасала, вырывала много этих детей. И мы сегодня читаем об этой святой, и это нас ободряет. Но смотрите, если бы не было всего этого зла, то вот этот свет такого святого человека бы не воссиял. Я не оправдываю зло, но я говорю о том, что зло позволяет в мире проявиться добру в таком смысле, в каком оно бы по-другому не проявилось. Когда мы читаем о христианских мучениках, например, о умерших за веру, и мы вдохновляемся их верой, мы вдохновляемся их посвященностью Богу, о тех, которые сегодня гибнут в рук мусульман. Да, это ужасные ситуации, но их гибель вдохновляет миллионы христиан быть более посвященными Богу. И вот эта ситуация зла и страданий, она в конечном итоге помогает усовершенствовать нам наш нравственный характер. Другой ответ, который часто дают на проблему зла и страдания, о нем мы вчера уже немножко говорили, он связан с свободной волей человека. Не только человека, а вообще со свободной волей. То есть Бог создает в этом мире существа, духовные ангелов и физические, нас с вами, и наделяет нас правом свободы, разумом и свободой. Два великих дара, которые нам дал Господь. Не только нам, но и ангелам. И вот вчера мы слышали вопрос, почему Бог сразу не убил сатану? Почему Он позволил ему пойти таким путем? И здесь несколько мыслей есть. Во-первых, потому что даже перед сатаной лежал выбор, свобода. Поклониться Богу, признать Бога или пойти своим путем. И Бог до какого-то времени позволяет сатане идти своим путем для того, чтобы мера его беззакония достигла вершины, чтобы потом, когда Бог его осудит, никто не мог сказать ангелов, людей, что Бог с ним поступил несправедливо. То есть понимаете, что делает Бог сейчас? Он собирает доказательную базу, если говорить так проще. Он позволяет злу показать всю свою ужасную природу. Он позволяет злу, дьяволу, раскрыть свою сущность, чтобы все духовные и физические существа, ангелы и люди увидели, насколько ужасно, уродливым является зло. Когда придет время суда, чтобы все сказали, что справедливы суды Господни. Понимаете? Чтобы все сказали, да, Господь справедлив. Когда дьявол отправится в это озеро огненное, вместе со всеми, кто избрал идти его путями, никто во всем мире не сможет сказать, что Бог несправедлив. То есть Бог дает нам свободу, и Он дает нам возможность избрать. Конечно, мы ставим для себя вопрос, но разве не мог Бог вложить в наши гены, в наши хромосомы еще одну там завитушку, которая бы предохраняла нас от греха? Ну, мог бы, наверное, или мог бы написать на небе красными буквами «Не греши, я есть Бог». Мы каждый день вышли, утром посмотрели на то, что происходит на небе. Да, сегодня грешить точно не буду, Бог о себе напомнил. Но Бог этого не делает. Почему? Потому что Он ценит нашей свободой. Бог дает нам свободу и разум. И Он говорит «Выбери». Бог настолько ценит нашей свободой, подумайте об этом на минутку, что Он даже позволяет нам, верующим людям, и вот мы с Сергеем сегодня об этом говорили по дороге, прийти к Нему и уйти от Него. И некоторые уходят. Не все остаются верующими, поэтому мы говорим об отступниках, о людях, которые возвращаются назад в грех. И Бог позволяет им это делать. Да, будут последствия, но Бог позволяет. Бог не является тираном, Он не является деспотом. Знаете, если бы в мире не было свободы, вот такой свободы полной, мы бы не имели самого ценного, что есть в нашей жизни – любви. Любви. Ну, представляете, пришел Сергей дома, домой, а там вместо Аллы робот, и там буква «К» – кис, и робот поцеловал его. Там буква «Б» – борщ. Робот дал тарелку борща. Там буква «Ч» – чай, «Т» – да, «Т» – и робот выдал тарелку, там, стакан чая. Буква «К» – conversation, робот поговорил с ним. Вот вы бы хотели в доме вместо реальной жены вот такого робота, или вместо мужа вот такого робота? Но если хотели, не признавайтесь, потому что вы всю мою традицию разобьете. Я думаю, что нет. Мы хотим иметь дело с реальным человеком, который любит нас добровольно. Вы бы не хотели знать, что ваша жена живет с вами только из страха, потому что знает, что вы можете отправить ее в ад, если она вам изменит. Но это плохой повод для того, чтобы жить вместе, правда? Мы хотим добровольного, искреннего отношения к себе в семье. Мы хотим добровольной любви. Любовь по принуждению – это очень неприятная вещь, когда люди живут по принуждению, и кто-то кого-то просто принуждает по какой-то причине. Мы хотим отношений, построенных на любви. И вот того же хочет Бог от нас, добровольной любви. Поэтому Он создал нас свободными и разумными. И если бы Он лишил нас вот этой свободы, мы бы приходили к Нему недобровольно. Мы приходили бы к Нему потому, что у нас бы другого выбора не было. У нас в жизни не было бы другого пути. Только один путь. Но это уже не выбор. Это уже не выбор. Это уже просто необходимость. А Бог желает, чтобы мы выбирали его не по необходимости, а по выбору. Хорошо. Третий аргумент очень важный. С вашего позволения чуть воды возьму. Третий аргумент очень важный, который часто приводят. Его впервые сформулировал такой раннехристианский известный писатель, как Авраэлий Августин или Августин Блаженный. Он называется, я скажу как по-богословски, а потом проще объясню. Теодицея лишенности. Вот такое слово, я по-английски не идеально, его скажу. Прайвейшин. Прайвейшин. Приватион пишется. Прайвейшин. Недостачи чего-то, нехватки чего-то или лишенности чего-то. Теперь я объясню попроще. Мы можем сказать, в принципе, что зло в этом мире не имеет независимого существования. Зло существует, как неполнота или отсутствие добра. Понимаете меня? Зло в этом мире существует, как неполнота или отсутствие добра, как нарушение божественного порядка. Ну, очень простые примеры. Что такое ненависть? Отсутствие любви. Что такое тень? Ну вот, видишь, тень за мной. Она не имеет своего бытия. Ее, по сути, нет. Это просто отсутствие света или нехватка света, вызванная тем, что между источником света и пространством есть моя фигура. Но тень не существует как реальность. Она существует только как искажение света. Грех, как искажение святости. В этом отношении мы можем говорить, что добро реально, добро существует, добро создано Богом. Бог творил этот мир и каждый день говорил, что вот это весьма хорошо, это доброе. Я сделал это хорошо, это качественно сделано. Что такое зло? Это паразитирование на божественном добре. Это искажение, искривление, порча божественного добра, которое создано Богом. И мы видим, как действительно происходит, когда грех вторгается в мир, он не создает ничего нового, он искажает. Есть семья, мужчины и женщины, которые любят друг друга и с ними счастливые дети. Что делает дьявол? Он ничего нового не придумал, он исказил семью и вместо папы и мамы появляются два папы или две мамы или еще что-то такое в этом роде. Бог создает, например, сферу экономики, чтобы люди работали. Адаму сказал, занимайся экономикой, сельским хозяйством, обрабатывай землю, чтобы ты мог есть и родные твои. А вместо этого мы получаем, что экономику, где людей обманывают, коррупцию, например, в Украине большая проблема, где людям не платят зарплату, как в Украине в 90-е годы, можно было полгода работать и потом полмешка гречки получить на зарплату или мешок гвоздей, например, и делать с этим, что хочешь. То есть, дьявол опять искажает эту сферу. Вот это в этом смысл его деятельности. Он не создает ничего нового, он искажает то, что уже создано Богом. То есть, мы можем сказать, что Бог не является автором зла, Бог не является источником зла, Бог создал этот мир совершенным, но Он дал людям и ангелам свободу, и потому, что часть созданных им существ выбрала путь без него, против него, они стали источником зла в этом мире. Для нас это очень важно понимать. Бог не является источником зла, но Он создает мир, в котором есть свобода. И я сейчас скажу немножко такую провокационную вещь, это лучший из возможных миров. Вы согласны, что мы живем лучшим из возможных миров или нет? Смотрите, но Бог создает мир. Во-первых, Он всезнающий, вы верите во всеведение Бога? Он знает все возможные миры, которые можно создать. Сколько их бы там ни было, я не знаю сколько. и Он посмотрел, посмотрел, да, вот этот лучший мир, мир, в котором есть свобода. Бог всемогущий, да, Он мог создать любой мир из тех, который выбрал. Он всемогущий. И Он любящий, добрый Бог, Он реально творил мир лучше из тех, которые можно было создать. Если бы у Бога была возможность создать какой-то еще более лучший мир, Он бы его создал. Он создал лучшее из того, что было возможно. Это мир, в котором есть свобода. Потому что мир, в котором нет свободы, это худший мир по сравнению с тем миром, в котором есть свобода. Поэтому Бог создает такой мир, в котором мы живем, в котором есть свобода, в котором человек может избрать свой путь. Путь к Богу или путь от Бога. Путь в соответствии с Божьей волей, путь бунта и непослушания, и неповиновения. Вот опять же, возвращаясь к этому вопросу, чтобы закончить на него ответ, почему Бог не уничтожил сатану? Почему Бог не уничтожил Адама и Еву? Ну не получилось, раз-раз, как кусок глины, да, горшечник там лепит, лепит, особенно если бы это я лепил, а я ни петь, ни рисовать, ни лепить не умею. Бог лишил мне этих дыров, Он отдал детям и жене. И вот если бы я лепил этот горшочек, я бы сразу опять-опять покромсал, покромсал, выбросил, взял другой кусок глины. Ну как в детстве, я помню, мне подарили гардион детский такой. Я почему-то был уверен, что если взять гардион, просто взять и вот так сделать, польются звуки музыки. И сколько я не начинал, ничего не получалось. Так я не научился играть ни на каком музыкальном инструменте. Или когда ты думаешь, что ты художник, ты взял карандашики, рисуешь, а получается такое, что стыдно учителю в школе показать. Я когда в школе учился, у нас было черчение по понедельникам. Я ненавидел воскресенье, я не умел чертить. И каждый понедельник у меня была новая тетрадь. Чертить, да, как это по-английски будет? Блюпринтс, да? Драфт, да, да. То есть я бы так сделал, но Бог так не сделал. Почему? Почему Бог не всегда уничтожает зло? Потому что, я уже говорил, я сейчас проиллюстрирую эту мысль. Иногда Бог... Допускает зло для того, чтобы достигнуть еще большего добра или предотвратить еще большее зло. Ну, смотрите, мы можем работать на работе. Ну, у вас в основном все работают на себя, так? Но представьте себе, что вы работаете на компанию, на босса. И босс плохой. Заставляет рано приходить на работу, достает каждый раз, несправедливо относится, не доплачивает. Это зло или нет? Это зло. Это зло. Не произошло большее зло, и ваши дети не воровали в магазинах, например. Или другой пример, более серьезный. Человек, у которого раковая болезнь. Он соглашается на химиотерапию. Да, у нас в церкви сейчас есть такая ситуация. Женщина из нашей церкви. Ее муж из другой церкви в Львове. И у них двое детей. Она была беременна третьим ребенком уже на шестом, по-моему, месяце. И у нее обнаружили рак груди. И наши врачи ничего не могли сделать. И предлагали прерывать беременность, чтобы спасти ее. И мы смогли собрать деньги и отправить ее в Германию. И германские врачи точечно проводили химиотерапию. Она родила прекрасного здорового ребенка. И сейчас, правда, проходит сама очень тяжелую химиотерапию. Уже там, я не помню, сколько сеансов она прошла. И дальше все не очень хорошо. Но, тем не менее, ребенок родился. То есть человек соглашается на химиотерапию, которая разрушает организм. Которая приносит много зла организму. Человек волосы теряет. Ужасное состояние. Болезненное состояние. Но для чего? Для того, чтобы избавиться от еще большего зла. От смерти, от раковой болезни. Поэтому иногда Бог действует таким же образом. Он позволяет совершиться злу для того, чтобы избежать еще большего зла. Или еще одна ситуация. Почему Бог допускает зло? И почему он не всегда его сразу уничтожает? Потому что он видит всю картину, а мы ее не видим. Ну вот представьте себе то, что происходило в годы Второй мировой войны. Взвод какой-то, да, это группа солдат. Там 30 солдат. Отправляют штурмовать вражеские позиции. Дот, я не знаю, как это по-английски будет. Укрепленное такое сооружение из бетона, где там враги засели. Бункер такой, да. Они могут стрелять, убивать. И кажется, зачем этим солдатам почти своими телами закрывать этот бункер? Зачем им на него идти? Потому что если они его захватят, они спасут жизнь других сотен и тысяч солдат. Вот когда Германия в годы Второй мировой войны, когда союзники Англии и Америка высадились на западный берег, на западный фронт открыли, в Нормандии высадились. Ну все смотрели там спасти рядового Райана, да. Ужасное кровопролитие, немцы подготовились, вся береговая линия укрепленная, каждый сантиметр прострелян. Десятки тысяч солдат погибли в течение нескольких дней. Десятки тысяч, страшное кровопролитие. Но они захватывают Нормандию, открывают Второй фронт, война заканчивается быстрее, и благодаря их гибели спасаются миллионы людей. Миллионы людей спасаются. То есть получается, что меньшее зло сохраняет от еще большего зла. Люди погибли, но в то же время множество жизней было спасено. Иногда Бог допускает зло в этом мире, как такую священную жертву. Священную жертву. Когда человек, например, закрывает собой гранату, которая попала в комнату, для того, чтобы она не убила еще многих других людей. Он как бы совершает зло. По сути, он совершает самоубийство. Но с другой стороны, вот этим своим решением он спасает жизни многих других людей. Вот где-то таким образом в нашем мире часто действует и Бог. То есть в целом, вывод, который мы можем сделать, такой обобщенный вывод, он будет следующий. Бог создал мир совершенным, но совершенный мир предполагает собой существование свободы. Бог не создал зло. Все созданные Богом существа были добрыми, но у них была возможность выбрать свое отношение к Богу. Некоторые существа, сначала Люцифер, потом первые люди, злоупотребили свободой, которую им дал Бог. Так же, как ей иногда злоупотребляют наши дети. Бог позволил и сатане, и людям до какого-то времени идти этим путем зла. Но он не смирился с этим, он не поддержал такое решение. Он предложил свой вариант. Это искупление через жертву Иисуса Христа. И поэтому мы можем быть убеждены, что в конечном итоге, в вечном божественном плане, даже восстание сатаны, даже падение человека будут искуплены, и результат добра будет больше, чем ожидался в начале. То есть, если мы говорим... Я объясню свои мысли, на этом закончу. Если у вас будут вопросы, вы можете задать. Если мы имеем книги «Бытия Адама и Еву» как физических людей, которые общаются с Богом на уровне физическом, то в книге «Откровения» что мы имеем? Мы имеем новое человечество, людей, которые имеют духовные тела, которые не подвержены смерти, страданиям, которые пребывают в одном месте, в одном пространстве с Богом и видят Его и служат Ему, которые победили смерть, которые прошли через воскресение и которые имеют перед собой открытую вечную жизнь. И таким образом, даже то зло, которое происходило в мире, восстание сатаны, непослушание Адама и Евы, они искупляются жертвой Христа и становятся источником, вот как бы вплетается в этот божественный план, который становится источником великого блаженства множества людей, которые проведут вечность вместе со Христом. Хорошо, друзья мои, где-то так я вижу ответы на эти проблемы. Если у вас еще есть какие-то учняющие вопросы, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!